Астероид Диа-14 и упавший под Челябинском метеорит в центре внимания СМИ по всему миру. Журналист обсуждает, связаны ли два явления и как защититься от последствий столкновения Земли с космическими телами. Свежую прессу изучил Артём Красулин. Что произойдёт, если метеорит упадёт на большой город и как это предотвратить? USA Today цитирует слова исследователей. Они надеются, что подобного никогда не случится, так как последствия были бы катастрофическими. Обозреватели напоминают, что Европа, США и Россия уже давно обсуждают потенциально опасные космические явления и работают над методами их предотвращения. Однако не стоит полагать, что в случае с метеоритом сработает голливудский сценарий. Суперракета, как это было в Армагеддоне с Брюсом Уиллисом, вряд ли поможет. Российский метеорит не связан с пролётом астероида Ди-Эй-14. В своей другой статье издание приводит слова профессора Института технологии Массачусетса Ричарда Бинзела. Учёный рассказал, что наша планета проходит за сутки путь в миллионы миль, в то время как два космических явления произошли с разницей почти в 24 часа. Однако издание подчёркивает, что речь идёт о крайне редком совпадении крайне редких явлений. С этой точки зрения, согласно газета Christian Science Monitor, журналисты опубликовали данные исследования Космического центра Маршалла, согласно которому метеорит отделился от астероидного пояса между Марсом и Юпитером. Поэтому в том, что пролёт астероида и произошедшее в России лишь совпадение, сомнений нет. Британская Guardian, в свою очередь, приходит к выводу, что современная наука до сих пор не может предсказать опасные космические явления и защитить от них. В 21 веке Земля остаётся уязвимой для объектов из космоса, которые могут нанести огромный ущерб. Поэтому журналисты говорят о важности финансирования программ по мониторингу космоса, чтобы данные о приближении небесных тел можно было получать максимально оперативно. Артём Красулин, Вести.